Современные города быстро развиваются и еще быстрее растет количество автомобилей, что приводит к негативным последствиям. Сгрязнение окружающей среды, повышенный шумовой фон, большие потери времени и еще большее количество ДТП. Лишь малая часть из них. Избежать этого помогает самое экологичное и полезное для здоровья транспортное средство – велосипед. В областном центре велолюбителей немало, а потому для них и для тех, кто еще только думает пересесть на экологически чистый транспорт, создается комфортная и безопасная велосипедная инфраструктура. Есть два направления в городе Бресте, которые актуальны. Первый – это туристическая часть, где человек, который приехал в город Брест, должен нормально уметь ориентироваться и безопасно перемещаться по городу. Это, конечно, центральная часть. Вокзал – это, безусловно, бульвар, набережная и Брестская крепость. Это то кольцо, которое, безусловно, каждый гость, приехавший на велосипеде в городе, поедет. И второй момент – это уже для самих жителей города Бреста. Необходимо основные артерии связать между центр и микрорайонами города. И также сплошные связи, например, микрорайон Восток и Ковалево, то есть минует центр. Начиная с 2019 года с целью реализации решения постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, представители отдела спорта и туризма Брестского гуросполкома совместно с учреждением «За велобрест» проводят мониторинг велосипедной инфраструктуры. Данные наблюдения должны дать ответ на следующие вопросы. Возможно ли проехать по центральной части города, не спешившись, безопасно ли движение велосипедистов, и как много аварийных участков имеет велодорожная сеть областного центра? После проведения мониторинга будет проведено совещание рабочей группы по безопасности велосипедного движения в городе Бресте, в которую входят представители ЖКХ, архитектуры, ГАИ, спорта города Бреста, а также представители других служб горисполкома. И по результатам этого совещания будет вынесено предложение по, возможно, изменению какой-то велосипедной инфраструктуры, возможно, добавлению дорожек, возможно, добавлению каких-то велопарковок. Работать есть над чем. А такие мониторинги позволяют держать руку на пульсе и реализовывать планы развития велоинфраструктуры Бреста. Ирина Левчук, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания МБУК-ТВ.